привет привет мои прекрасные зрители меня зовут виктория вы у меня в саду на канале life in garden мой канал про сад и немножко про жизнь у нас наконец-то начинают расцветать розы с очень большим опозданием в этом сезоне опоздание где-то на неделю-две может быть даже и больше некоторые сорта вот этот сорт барон ротшильд который расцветает обычно в мая сегодня 19 июня и вот буквально третий день по моему он цветет обратите внимание как он хорошо сочетается с лихнисом с серебристыми мелкими листьями лихниса и с яркими его мелкими цветочками барон ротшильд очень хорошо смотрится также не устывает цветет гольд эльза здесь свое сочетание гольд эльза у меня сочетается с наперстянкой желтая гольд эльза фиолетовая наперстянка вот гольд эльза цветет давно уже и еще как-то в других видео в других видео рекомендовала я этот сорт потому что ему все ни почем ему ни почем дождь ему ни почем яркое солнце и цветет цветок держит очень долго и волна за волной идут без большого перерыва сначала расцветает каждый цветочек с таким янтарным оттенком потом он светлеет до светло-желтого теплого довольно приятного и получается что весь куст играет переливами золотисто-желтого цвета отсюда между прочим на перстянка неплохо смотрится и с бароном ротшильдом тоже как видите убрала уже на этой клумбе я буйно цветущие пионы подстригла пионы и придала им зеленой массе такую округлую форму чтобы смотрелось гармонично и теперь тут на первый план вышли хосты теперь хосты здесь солирует и конечно же именно они сейчас бросаются сразу же в глаза но скоро здесь расцветут желтые розы гульдель за уже цветет давно и вот здесь вот зацветает еще одна название надо уточнить флорибундочка обильно будет свести в общем пошла я посмотрела своих записях название этой розы это таймлес мне самой было интересно что же это у меня цветет а название я не знаю таймлес скоро здесь будет уголок желтых роз дальше у меня есть роза амбер queen и розы кендлайт кендлайт вот она уже цветает много было на ней цветов но как раз они пришлись на время сильных дождей и очень быстро облетели и последняя в этом желтом ряду у меня роза капри вот она виднеется около заборчика но пока еще не цветет зато очень сильно раскинулась шириной мне пришлось ее ограничить в кустодержателя немножко подпортила ей форму к сожалению не поняла кто-то у меня здесь гуляет на травке катается а кто-то у меня здесь гуляет аделя вырвалась на свободу ай-яй-яй а кто же тебе разрешил на газон выходить аделя ты ж не сейчас тут понаделываешь делов а ну давай иди на место давай давай иди домой иди иди нечего иди домой что-то там уже нашла господи боже мужу как какого-то наверное нашла или слизня сто процентов слизня нашла и катается по нему ну это ж надо такое вы говорили друзья что вы не выпускаете века собаку свою порезвиться по всему газону вот выпускаю вот так она мне вытворяет а потом от нее получается примятые кусты примятые примятые участки травы адель но ты смотри уже вымазалась так мотая туда все ну и что вот вам результат собака грязная газон примятый зато морда довольная зато довольная морда успела поваляться пока хозяйка не заметила собака ты собака перепроводили собаку на место и пока я возвращалась заметила что вот этот вот бутон я уж не сняла смотрите какой он красивый просто классика классика чайно-гибридные розы барон ротшильд мы пойдем еще раз опять опять под виноград здесь вербенник монетчатый мне нравится как он затягивает пространство под виноградом меньше мульчировать меньше испаряется влаги в этом году то у нас очень мокро а вообще это нам не свойственно и хорошо что он там растет так здесь сейчас горшки прикопанные были у меня до сих пор стоят неприкаянные надо их отмыть поставить в кашпо и уже выставить сделать красоту это у меня что это у меня вылетела из головы ой будра такая длинная я не заметил что она такая уже отросла на кто меня подмерзла за зиму да маленькая это меня хаутюния такие красивые огромные камни я сюда поставила где-то с месяц назад и они абсолютно уже закрылись растениями и не видно их теперь вообще я люблю красивые фактурные камни рядом барбарис было несчастные три веточки радует радует отрастает меняет цвет красивый кустичек стал и вот еще помните я всю весну жаловалась что у меня бересклет японский перемерз и приказал долго жить а нет а вот видимо какая-то живая почечка осталась и пошел росточек так сорнячки сорнячки хотя бы и маленькие еще на вас нужно подергать он они как красиво кругом так вокруг этого бересклета прямо как хоровод водит сорняки пасконник все набирает и набирает высоту уже перерос колонну мою ну и сквозь гортензию проглядывают сейчас синие колокольчики они сейчас самое яркое пятно у меня в саду а вот и дельфиню растет опять же немножечко привяли его свечи розовые но кончики поднялись к верху ой красивый а там еще лилия я смотрю распустилась такая темная темная и соцветия розы peace and love это простая не махровая розочка вот так она цветет один цветочек один день держит к сожалению очень мало вот если бы она бы держалась подольше было бы очень красиво а так она не успевает набрать цветочную массу сразу все облетает мне нравится мне очень нравится вид отсюда хоть картины пиши не маслом акварелью поднимем взгляд на арку на перголу цветет жардино какой уж у нее изящный красивый цветок такой он необычный такое у него сложение нестандартное пора бы мне уже снять про арку отдельное видео но еще подожду пару дней когда расцветет немного попышнее потому что я ее сильно обрезала и в этом сезоне она будет не такая пышная как обычно опять же ромашка тут самосеется пусть самосеется она мне не мешает еще сказать один сорняк у тебя вика вот рядом с дельфиниумом полевым ну и пусть ну и пусть это такие сорняки которые оживляют сад придают ему ему такой легкий легкий флер не все же такие тяжеловесные розы выращивать вот они красавица джардино и на эту сторону перекинулась но разве это не разве это не роскошь это же роскошь а вот и пьерушка тоже набирают потихонечку силу если в прошлом году у меня пьер задавил джардино то в этом году наоборот джардино у меня больше пьер тоже был сильно обстрижен ой на пьере вижу болячки надо обрабатывать дожди не дают обработки сделать не угадаешь пьер бедный и хлорозит и вот что-то даже вижу похожее на ржавчину меня это очень и очень так пугает настораживает надо срочно брать фалькон и брызгать пьерушку посмотрите какие красивые бутоны у джардино очень милые и вот эти вот бутоны раскрываются в такие круглые тяжелые розовые розетки наполненные набитые лепестками а вот и первая лилия это из новых сорта лилии вам говорить не буду я их не запоминаю я лилии очень люблю но еще заморачиваться запоминанием сортов это уже выше меня хватит то что я розы запоминаю о лилии надеюсь они простят меня и без этого заросли колокольчиков и в колокольчиках спряталась оранжево-лососевая этруска а вот тут еще заметила расцвела французская ромашка синяя так камера фиолетовый как-то отдает нету здесь фиолетового здесь такой чистый синий цвет синьковый можно сказать а то она и колокольчики мне фиолетовый отдает в какую-то и вот ромашку тоже тысячелистник птармика скоро зацветет красивое растение нежное такое воздушное но никак ему не хочется расти прямо и так его подвязываешь и так а он лично заваливается то в одну сторону то в другую а здесь еще один тысячелистник совсем другой правда красивое сочетание а вот еще вентило расцветает это же просто парфюмерная фабрика а не роза люблю люблю розу за ее аромат и здесь лихний сноселий тут на солнце прямо горит такой яркий ой надо бы фонтанчик включить что же то я фонтан не включил это делай раз делай два делай раз делай два магия простая магия по созданию настроения а а и а и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok